приветствую всех кто смотрит это код это рим 2 total war адресское царство легендарный уровень сложности так какие у нас тут политические дела смотрите какая хрень арверны забрали опять лилибей у римлян уже запарили вот эта маленькая армия обглодышей которых я разбил в прошлой серии лузитанов отступила к римлянам потому что их выгнал вот этот полководец и тут же вражеский флотоводец забрал у римлян лилибей в принципе я могу вот этими своими флотами вот этими двумя вполне глибей себе забрать и наверное так и сделал тем не менее римляне вот продвигаются смотрите как в африке замечательно мне все красненькое мне все нравится тут очень хорошо они как я уже говорил воюют и с лузитанами и с арверными поэтому здесь все скоро тоже может стать римским испания пока еще лузитанская арвернская но с этим мы тоже разберемся рано или поздно пока что у меня операция север я все свои армии свободные выдвигаю наверх вот смотрите это у меня армия заграждения это бедняга блин месяца между двумя городами так как здесь постоянно какая-то дрянь пытается высадиться вот тут я вижу опять сыны симога высадились оставили алалию и пошли значит куда-то ко мне вот видите масса ли у меня под угрозой генуи и на прошлом ходу а нет на этом даже ходу я отбил вот и здесь я пока значит веду такую сдержанную сдержанную войну то есть я на юг не наступаю а иду на север как я уже говорил значит вне записи я занялся постройками там распределил построечки посносил всякое чтобы порядок более-менее там восстановить еще 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 в общем на следующий ход насилию проконтролировать чтобы опять не получилось никаких трущоб ну а что так сказать не на моем фронте здесь мои союзники опулы по-прежнему живые более-менее ни с кем особо не воюют геты еще живые как ни странно не пойму то ли они закончили войну мотопулы с кем воюют ни с кем геты с кем воюют где ты меня кстати не любят они мне не союзники и они мне не дружественные они воюют стилы поэтому я в принципе даже могу наверное дакию забрать по-хорошему почему бы нет да можно панторезов немножко улучшить вот здесь у меня еще есть армия которая набирается третья конная я не вижу единственное что здесь ни одного агента что неудобно вот что у меня по агентам кстати по агентам у меня большой плюс то есть не получится нанять агента и им разведать вести откуда то я наверно не буду поэтому я тупо подойду правда чуть попозже когда у меня вторая армия наберется и заберу наверное вот это вот эту мальву себе заодно у меня будет как бы заодно у меня будет еще одно одно поселение в провинции с доминирующей моей культурой то что если я вдруг решу культурную победу сделать будет плюс далее бои меня по-прежнему ненавидит но по-прежнему суд на меня нападать я пока не парюсь я их потом заберу когда разберусь с немцами я их однозначно заберу я их тут не оставлю просто так что там наша любимая конфедерация кельтов они по-прежнему ведут войну с сиракузами здесь у них какой-то такой небольшой анклав окруженный союзниками с кем они вообще воюют как у них вообще дела обстоят надо все время держать руку на пульсе вот она конфедерация кельтов воют они как вилл сиракузами воюют с боями хотя что-то не очень воюют со свебами хотя что-то не очень то есть больше со свебами и с боями воюю я у них военные союзники каппадокия мелкая вот это вот провинция и у них оборонительный союз с египтом то есть египет не трогать нельзя меня они относительно любят 88 конечно это ни о чем но хоть что-то луги которые у меня забрали гену и потом я их обратно забрал вот они уже близко теперь уже мы с ними мир не нужен я уже до них дойду и разберусь вузитаны кстати я бы с ними и заключил но они не хотят свебами мне тоже мир уже не нужен фриза с ними не воюю но скоро буду воевать арверные мир мы с ними не то чтобы как бы не нужен я бы не прочь конечно с ними замириться но не хотят так не хотят хер с ним итак продолжаю я значит действовать давай я уже заберу лилибей пускай он будет мой почему нет пускай он будет мой возьму я это дело в блокаду с этими римлянами блин пускай они уже сосредоточиться на других вещах освобожу так сказать у них мысли от лилибея очень плохо конечно но хер с ним эту битву мне проводить абсолютно не интересно сделаем случайно тяжелую победу от этого да все ох ты сколько я флота потерял вообще же из жесткая у меня вообще флот умер да целиком а нет нормально нормально лилибейщик то тут только перестроить осталось одну постройку а вот эту я снесу пожалуй потому что очень сильно давит на порядок вот так вот будет мое римляне переселяются в африку пускай сколько можно уже в конце концов оставьте это дело молодым так грабители у меня конечно охраняют генуя но если нападут эти мрази то будет не очень хорошо не такое ощущение это кто просто фракийская конница да дай камни их ух ты ух ты здесь вообще короче сколько мы все два года только надо же слушай давай кому то дороги не начну качать так истинный воин рвение харизма заход все толка стал как наш да это вот самый главный вообще тип у нас грабителях могу нанять нет не могу денег нет бывает ладно то тоже уберу отсюда в генуи нету вообще никаких этих живых гарнизончиков я боюсь что если это дерьмо на меня нападет то мне придется нехорошо да ладно повоюем чё там чё нам кабанам ситалк не выдаст свинья не съест и что тут молниереи кстати тоже могут тоже могут мне поднасрать задержать их пока не могу ну ладно хрен с ними так хорошо все хватит баловаться операция север у меня у меня операция север идем сюда идем сюда гнев гибелезиса тоже на быстром марше все вот сюда все концентрируем в общем войска пока отдохнешь в багакуме пока тут идет восстановление порядка викорикс идет тоже сюда здесь я все останавливал армию вражескую за можно кстати и уже и убить не можно потому что у меня денег нет понятно давай я подойду вот сюда и вот этой армии накрою можно же так сделать копейщиками двух сторон да вообще в ноль просто в ноль закосал кто-то получил повышение ранга копейщики получили традицию да копейщики что у вас за армия-то пехотинская у них кстати мастера лесной засады и давать дальность перемещения бонус к натиску вот так вот сделаем тут перемещение тоже на быстром марше никуда не пойду стой здесь вот так чуть-чуть подвинуться да блин дай пройти так давай ка подойди к ой нет 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 подойди просто клуб форда да посмотрим что там там какие-то вонючки стоят набирают войска и там стоит да мне есть еще вот этот гражданин денег нет чтобы что-то делать поэтому я просто включаю пассивочки давай вот сразу реку перейдем и здесь пассивочку включим вот так хорошо так а этот этот прямо здесь включить пассив так все это кто у меня вообще гневки белезиса подошел ну вот устраиваемся потихоньку вот еще одна вторая полная подходит смогу я не на быстром марше просто подойти да просто подойду сейчас вот сюда а нет чуть чуть все таки не достаю ну значит тут так вот дойду сюда хоп есть вот у меня уже тут такой между собой че так это работает да ну пускай работает это армян заграждает можно кашла так пойти но блин нет лучше я постою подожду как будут дальше события развиваться да набор у меня уже ведется все нормально поэтому последний взгляд хочет ли кто-нибудь сделать что-нибудь полезное либо получить повышение никто не хочет поэтому делаю конец хода так риме не расстроились этот дошел до косиньки а че у тебя там проблема с пищей что ли ну прости надо как то разбираться с этим вопросом так а верно смотрю у них еще какая-то армия король спутыл этот гены ушел и все никто на меня не нападает ну и ладно я не против жаловаться не буду что на меня никто не нападает конфедерация кельтов около одессы салазит немцы решили задействовать агентов и что такова не будешь что-то намутил нападение на патруль наверняка что еще может сделать это тетка это сейчас наверное действует агенты уже скрытые мне это не показали кузи там и все еще плавают это бегает назад назад короче я понял конечно он бегает ищет куда приткнуться где бы чё оторвать где бы чё откусить а я ему не дам русская лига вернулась во временном свой много союзников и все эти ходы мне показывают наверное правильно очень затягивает конечно ход так вы что с едой разобрались стало ладно серьезно или просто вы на моих харчах сплочение рабов кто-то мне сделал молодцом так панторезы по зову долго вот и спартака как раз и возьму туда которому недавно сеньев гневец альпийская галя ну-ка это из-за того что захват был только что ну да бывает ну плюс 3 нормально растет я только что из расходов из расходов исследовал бронзовые доспехи все мы уже третьего уровня доспехи всякие строить да давай тогда я закрою вообще учение пехоты и получу стоимость содержания уменьшую из скорость пополнения уменьшую вообще так сплочение рабов я понял вот что вы хотели сделать тетки до строительство это я попозже посмотрю травление пищей что 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 попытка попытка ничего не получилось что-то корабле строение тайны агенты по раскрыты все хорошо так вот меня еще две армии ребята он не везет давай сразу тогда отравление сумел возместить расходы ай молодец а давай с правильной формой нос чувак еще одно другое дело череполомы так налетчики берут в осаду этот город киевик и вторая оконная блин не хочу ее на самом деле бульденовцы копейщики вот копейщики подойдут вот другое дело но все таки тогда подведу остальных и буденовцев тоже с санаграм что-то ненамного изменилась ситуация смотрю ну ладно как тут копейщиках кавалерия покоцалась на везде кавалерия покоцалась ближнего боя как обычно при авто расчете бывает есть свебе я уже вторгнулся на них исконные так сказать земельки мне это все не нравится жуткая поэтому все это сношу сразу вот таким макаром ну потому что нехер так и и коней сильно попросили двоечка ну да если его уберут у меня минус пойдет так что же делать блин столько агентов вообще у них тут попробую принудить вот этого пробуем давай ушли ушли ничего не мешало а как он так незамеченный интересно ушел кираси блин не удалось бывает у бурсис о о нет 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 это слишком я хотел здесь пищу сделать вот гнев гибелезиса ты сможешь вот сюда вот доскакать да вполне а есть еще у кого-нибудь и перемещение чтобы я мог случае чего подмочь но есть то есть но блин там вообще непонятно короче что с той стороны а вот у меня поклонники кота есть чего плевать сто раз не успеваю к сожалению очень жаль давай иди короче не выпендривайся в общем мы идем просто такую безумную атаку блин я рискую потому что я думаю что у них просто нету нету войск да у них нет войск не просто нету войск поэтому я рискую и иду в темноту без разведки без нихера потому что я очень много уже у них вынес ими просто сложилось ощущение что мы нету и я оказался прав я просто разваливаю все это дело операция север движется блин по дням и по часам так что это такое нахер в общем как так можно пищи пищи все с нашим нахер построю дальше так великой германии флев 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 где у меня еще армия есть тут так это уже походило все огромная армия уже походило это говно стоп 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 так вообще ничего нанять не могу да что такое кто так себе ведет бурные воды у меня уже восстановились давай ка тогда я божественный этот их и волшебный сюда тут сюда я думаю что не столкнуться носами смотри на столкнуться конечно офигеть вообще на море ну не путь так есть это не захватит он ни хера кишка танка вот такая вот тасовочка прокировочка продолжаю здесь найдем вот я могу уже четыре нанимать потому что исследовал технологию соответствующую третья конная тык если у кого то вопросы почему я занимаю третью конную ну потому что это дешево и сердито вот почему так бы конечно там все знатью забил вроде здесь все смотрите как немцев то поприжал да уже не так прикольно раз два три четыре вот еще поселение это уже бои да дальше уже можно со всеми остальными соседями разбираться хотя я посмотрю еще здесь может сразу возьму фризов этих чтобы не маячили так на масалью может пойти да вот эта вонючка давай мы тогда отсюда армию уберем я могу сюда вывести армию так чтобы не сильно не просесть по порядку попробуем да нормально грабители я увожу обратно в масалью и наверное даже посажу к ней альбрехта тетку вот эту совсем было красиво это раз рано здесь стоит пускай занимается насаждением культуры там налогами и все остальные херни вот значит этот у меня никто не возьмет здесь у меня что кто это вообще такие вражеский флот он может теоретически накарались напасть но я не уверен что это для него будет хорошая идея ну ничего мне как только флот еще один здесь построиться совсем все легко упадет все эти острова легко заберут это побережье все тоже заберу и к этому моменту я уже должен на севере буду разобраться со всем со всей канителью так ой у меня тут куча всяких плюшек надо пораздавать 70 лет чувак ну ну я не знаю медальку на память тебе можно конечно положить в могилку все конец хода сколько нам открытие чудных готовит просвещение дух ну давай убили их убили их да походу римляне разобрались а нет тут подожди они же опять убежали на мою землю эти лузитаны мне пока не показали где они так решил вернуться Альвером обратно в надежде на Генуя напасть СВЕБА ну покажите что у меня сейчас СВЕБА у СВЕБА много агентов конечно это вот как бы у них не отнять он на всей армии не хватит ха он еще и сфейлился так жестко это другую армию да пытается из Будоргиса вышла армия но он короче да он засал я отводит отводит войска все правильно вот смотри-ка противостояние римлян и лузитан то идет ну что лузитаны Альверны походили СВЕБА походили все мои короче враги походили никаких сюрпризов на этом ходу от них не было поэтому я продолжаю свою операцию с север еще какая-то Ванючка подошла там дуги вот эти да диверсия отравления колодцев в Тулефорд ну это вообще плевать сто раз напалдение на гарнизон тоже наплевать я не понимаю зачем они все время так делают если не собираются атаковать на этом ходу любит он вот на патруль да это полезно нападать было вот из Будоргиса он вывел только что войска я пойду гляну конечно так куда тут где-то дорога вот она давай посмотрим где враги врагов не видать что-то да совсем давай-ка сделаем отравление колодцев раз уж я здесь правильно есть налетчики да подожди налетчики давайте-ка в осаду берем Будоргис армия в гарнизоне огромная просто посмотрите на это дело хорошо что я ее траванул а и связанные кровью еще они где-то там сзади стоят да я конечно могу сейчас ночную атаку сделать в принципе давай сделаем еще вот как хорошо 88 процентов хороший полководец с ночной атакой у меня пом империй я могу еще больше армии и еще больше флотов шикарно силезия отлично значит давай-ка все это вот дело нахер вот так вот она армия которая сзади стоит да ну могу я ее достать должен дороги-то теперь мои делаю саботаж армии так пока он бежит давай посмотрим что у меня тут во флеве во флеве стоит армия и огрызок какой-то еще могу ли я их убить смотри у меня есть поклонники кота в которых у меня стоит человек без к сожалению без ночной атаки ну что делать так успею я вот этой армии на быстром марше на помощь да вполне да блин вот так да объявите войну не надо никого на помощь звать делаем окружение и подводим на быстром марше еще один отряд я не хочу что они не в спину ударили они союзники свебов как бы и они меня ненавидят ну о чем тут говорить надеяться что они засут то нет они как только увидят возможность сразу ее используют поэтому без всяких вот другое дело все значит сейчас я уничтожу сразу это дело по всей видимости тоже тут не буду ничего грабить потому что это будут мои провинции я не хочу здесь оставлять никого за спиной а у меня традиции у поклонников кота и алор получил повышение что вы еще живые что ли офигеть теперь убей их уже окончательно хочу чтобы мне написали что они в прах в топтан но слышу по голосу по звуку да все фризы готовы фризы готовы флев мой прекрасно вот это все я сношу сразу а здесь можно светилище строить так великая германия захвачена магна германия вот она как у меня кстати с ценами дела они на меня там не нападут внезапно они меня ненавидят просто наговоры с рим экспансионизм неприятие культуры хм ребята недружественные минус 32 ну извиняйте так здесь у нас что осталось 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 вражеская армия которую я траванул и это не крит это плохо могу ли я его достать на этом ходу как то не очень не достается ой смотри случайно глянул блин тут такая жесть так вот так и буденовцы копейщики копейщики достаю нет точно не достаю нет не достаю никак вообще ни одной из армии не достаю не будут так вот стоять в трерывах надеюсь что меня эти агенты не за другом коммор horrid в 1 январь не понимая где это правда чуть сейчас мы протянем ходили этот работают эти походили это вонючка все хочет у меня генуя отжать я сейчас генуя прыгну тогда вот веточку что у меня тут с порядком постоянно происходит и понять не могу что за жесть а такая она вообще по порядку какая-то это зимы конечно я понимаю все равно нехорошо велика германии сильно падает лиц и норик с фибии падает так и еще не походил давай и рапид на 17 17 уже кораблей надо разбираться со всей этой хернией которая здесь еще здесь вот остров короче в любом случае мне нужно отсюда флот убирать и так как я недавно империи себя увеличил то я сейчас прямо сразу еще один и нанимаю вот прям сразу блин и это все так флотоводец вот аллор полководец усыновление сделаем я даже не знаю сколько денег потратил на это дело флотоводец флотоводец полководец полководец где он находится лук фурт полководец в лук фурте где у меня лук фурт блин где это вообще такое вот оно как его зовут еще разок полководец резку парит вот этот вот резку парит это он и есть до заменить его ребятушки заменить на где-то блин надо же ой ой дух стоимость построек пища рост заход со всеми шансы сбежать вот этого возьмем на шансы сбежать противодействия агентам все и флот тогда нанимаю на следующий ход гроза морей ты не забывай что надо наниматься так и здесь у меня еще надо армию конную продолжать набирать где то есть у меня оп 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 все хорошо дранк на север идет у меня вот у меня очень плохой порядок где реценорик че короче ох ты боже ж ты мой как много народу хочет повышалок очень много гнев гибелиезиса это что у нас это у нас полководец кстати 46-летний не очень и истинное нарувение прокачаю это что поклонники кота традиции уже получили что у них там всякое разное будет дух буду качать в засаде здесь ночную атаку все по моему нет еще а я еще и дик могу издать вот оно повышение так македонии у меня уже есть и дикт сбор полете италия у меня не полная провинция эллада у меня уже есть и дикт налоговая ставка да цезальпийская галлия вот может мне здесь сделать порядок что ли это порядок увеличивает это порядок увеличивает в принципе наверное не надо поэтому просто делаем сбор подойти оп все у меня зимой ноль плюс у меня еще постройка идет а ну все разобрались с этими говниками наконец-то отлично все вся сицилия моя римляне можете отсюда уходить ваша помощь больше не нужна арверные уже походили очень быстро да некогда стало задаться лузитанов и свевов ну и там еще каких то вонючек так отступает эта армия на территорию ну там в африке резня идет неплохая такая смотрю между лузитанами и римлянами друг у друга поселение там забирают я как раз армию освободил сейчас римскую одну ей больше не надо в сиракузах сидеть ой в лилибее хотел сказать что можете идти в африку там разбираться так что можете идти в африку там разбираться гельветы блин гельветы конечно не очень туда-сюда бегают так вот луги и вот эти враги все походили больше по моему враги мои ходить не будут альбрехта альбрехта получила хорошо хорошо все хорошо так и у меня вернулся домой этот гена чужого рода племени поэтому я вот этого гражданина собираю флот есть даже ему кораблик хороший сосватаем сразу и давай найдем сразу тяжелого налетчика так гроза морей окей смотрим куда у меня гроза морей поплывет гроза морей у меня поплывет вот сюда к лалии сразу и без разговоров на удвоенном марше вот так давай а быстрее е-мое так и вот так потом вот так бурные воды тоже пожалуй я подплыву сюда пока займу этот порт так лилибейчик вот так морских разбойников я вот восстановлю чуть-чуть божественный вихрь вот тоже могу восстановить отлично куча флота в общем я делаю флот меня спасает наверное все таки смотри отняли да лузитаны у римлян вот эту землю ничего страшного я думаю что римляне справятся смотри блин я грабителей высадил нечаянно на на воду так ну с этим регионом вроде все нанял все что надо давай конную армию продолжаю нанимать ну потом как найму заберу мальво себе почему нет ну все продолжаю операцию дранк на север хе хе как по немецки север будет кто знает кстати мне что-то лень смотреть в переводчике не получилось связанные кровью у меня еще один есть агент давай диверсия 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 есть контакт о крит надо же отлично да ну вот там и стой никуда не ходи даже смотреть не буду 3 армии вряд ли у каких говняков что-то есть там вообще окружаю и подходим всеми остальными даже без быстрого марша вот так кровавые топоры и там еще какая-то херня у меня тут блин фракийский блицкрик Уденовцы да? нет это вторая оконная отлично пик аускалиус есть пищу минус 2 да? дает горн бронза пища минус 2 ну ладно хорошо пускай пускай так будет какая-то армия вражеская тут рядышком гляньки на нее и не достаю да походу не а очень жаль ничего они по-моему сами должны напасть куда они денутся в конце концов суждение культуры вот сделаем вот так вот смотри там дальше уже сарматия идет уже не немецкая земля это уже чисто свеб бои точнее бои 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 и по лабу а во лабу я кстати что-то вижу почему-то наверное из-за торговых этих это кто кстати вы видите реморских скукунов и понятное дело флотоводец так я даже здесь могу и так понимаю на быстром марш топать надеюсь что никакой засады нету здесь во флеве пока постой а гнев гибелезис исходит разберется так эта армия пошла будорги сможет кстати в принципе я вот так вот хитрым образом подойду ну у тебя будет на бульс поворачиваем Смотрим, кто там у меня повышалочки хочет. Пизаз. Культура, насаждение культуры. Я не против насаждения культуры. Я не против насаждения налогов. Отравление, первый уровень. Альбрехта получила еще. Силу ей прокачаю. Все. Давай посмотрим. События развиваются стремительно, как говорится. Бедные арверные не знают, что им делать. Ахилль-то хотел. У тебя грузовые суда, два поселения. А это два поселения и армия. Которая без быстрого марша может между ними перемещаться. Кто успеет раньше, да? Высаживайся на землю, я тебя агентами окучаю и, блин, вообще ничего сделать не сможешь. Ну, зитаны еще и EOL взяли. Блин, римляне что-то там сливают, похоже, потихоньку. Мне это не нравится. Я еще с Африкой с этой разбирался. Блин, заморочное дело. Бронительный союз, идите в жопу. Как? В жопу. А вот так. Идите в жопу. Луги решили не нападать. Удивительно, да? Не, они в безрассудные такие атаки искусственного интеллекта ходят. Да Ширак помер. Еп, перный театр. Все ветераны уходят. Население увлечено. Так, я быстро проверю, нет ли у меня нигде намеков на то, что сейчас появятся с эти... Трущобы. По-хорошему надо заняться строительством. Но что-то, блин, ломает. А, о, Великая Германия, охереть. Так, смотрим, значит, здесь храм. Здесь все вот это дело. Пока оставлю. Даже пока оставлю, ничего делать не буду здесь. Так, не так хорошо. Так, это кто? Вражеский флот. Это кто? Вражеский флот. Так, ну, землюругов я, наверное, отсюда возьму. Давайте вот это. Вот эта армия у меня на быстром марше сейчас полетит. Просто прямо туда вот. Хер ли тут? Как говорится, угадать. Просто идем и все. И сносим. Вот это надо задержать, чтобы он не напакостил ничего. Мне даже просто задержка устроит. А он переметнулся. Отлично. Лучше не придумаешь. Так, и что? Как мне вот эту армию заловить? Кем лучше это сделать? Лучше это сделать в дворыло. Сосада. Он успел понанимать, да? Он тут понанимал, конечно. Ну, по-моему, он был уже с наемниками. Да-да-да-да, давай уж. Все, уничтожил я еще одну фракцию. Еще, кстати, у меня по уничтожению фракции там. О, не-не-не, просто по... Высочинить не менее 13 разных фракций, захватив их последнее поселение. Сейчас 7, да, немного. Да, вот это вот тяжело, конечно, будет выполнить, по-моему, такими риски. Это именно с моими, этими вот соседями восточными убивательствами, огромной-огромной фракцией. Но, в принципе, когда я разберусь со всеми вот этими врагами, я смогу с такой кулак, как бы сформировать, что мне уже плевать будет вообще на этих галатов. Просто, блин, два стек... Два этих... Два фронта по 5 армий, там, например, север и с юга, там, да. Отсюда и отсюда. Просто по степи и по бас-фору, например. И еще огромный флот вот здесь поддержки будет плавать, короче, ему полный пэ будет. Я уже чувствую дыхание. Победы. Так, ну что такое? Давай. Вот эти две армии у меня стоят... А, я только что ими ходил, я лопал. О чем я вообще говорю? О чем я говорю? Так, давай-ка мы на следующий ход обеспечим себе нападение на эту последнюю землю. Так, ну-ка, ну-ка. Оп. Там никого не было. А если даже и было, то пускай попробуют напасть, блин. В засаду. Два последних этих самых поселения. После этого можно уже заниматься боями. Боев вынести окончательно. И тогда у меня на севере уже не будет никаких проблем. Так, 19, да? Давай сюда подойдем. Последнего коника на имя фракийского. Вот так. И ты сюда тоже подходи. Вот так. В следующий ход Мальву заберем. Ну, о чем она в натуре? Я не хочу, чтобы у меня были соседи, которые меня ненавидят. Кстати, это относится и к британским островам. Так-то. По-хорошему. Но с ними я торгую и как бы... Неплохо торгую, поэтому, наверное, я все-таки не буду. Кстати, можно им просто денег дать, чтобы они не сильно расстраивались. Например. Обсудить, предложить. Вот, 7000, например. Бах. Дары 11. Нейтральные. Ну, вот, отлично. На следующий ход можно еще им дать. Если деньги есть, что. Просто, чтобы у них не было этих дебильных, там, каких-то мыслей. Вы кто? И цены желтенькие. Видите? Все хорошо уже, более-менее. А вот эти вот, как граждане зовутся? Эвланы. Они как? Им тоже надо. На, держи. Не ори. Эвланы тоже желтенькие уже. Вот, хорошо. Насамоны где? В жопе где-то. Какие-то черномазы. Плевать на них. Кипр меня не любит. На него тоже плевать. Я, скорее всего, с ним буду воевать, действительно. Мне главное, чтобы на меня с тыла не напали. А тыл у меня будет на севере. Так. Последний взгляд, как говорится. Отравлялочку и вот эту штуку. Давай, быстро-быстро-быстро-быстро пробегусь, чтобы полезного построить еще неверогого вибрактора. Так, здесь вот храмчик. Тут храмчик. На храмчике больше всего денег уходит. Так, вот так, 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 так. Это мы поставим хижину мудреца и дом ювелира. А, и вот эту вот штуку тогда уж. Чтобы все до второго уровня. И лирия тут все нормально. Относительно, конечно, не супер, но более-менее. Критания, Крифиния. Кстати, стоп-стоп. Тоже храм. Везде моя культура должна быть. Моя культура везде должна быть. Вот так. Так, и последний момент, который я только что вспомнил. Это вот этот флот. Надо его вручную ввести. Вот так, хорошо. Не забываем про пополнение. Все, деньги все кончились. Понятно. Так, 20. 20. В Гену никто не нападет. И так бабки не ходи. Все хорошо. Скоро с севером разберемся. И дальше сарматия. И вот эта вся канитель на очереди. Конец хода. Давай посмотрим, что вы нам предложите. Кремляне отлично. Да, армия освободилась. Он ее повел. Прекрасно. Все правильно, как я и хотел. Он так беспалево так отходит. Типа, я вообще не туда. Я так. Потом раз и нападет мне на Масалью. Кхер там. Я буду бдить. Такого больше не повторится, как с Геной. Мне это нафиг не надо. Све бы. Но у вас ничего не осталось. Я думаю, что вы там только можете своими агентиками что-то там попукать. Чуть-чуть. И все. Да, вот. Собственно, о чем я и говорил. Это вот пока ничего не показывали. Это скрытый агент действовал. Да даже если ты задержал эту армию. Одну. Я второй армию возьму. Понимаешь? Ты ничего не можешь сделать. Скоро ты погибнешь. О! Какая-то армия вернулась у них там. Которую я забыл. Очевидно. Еще одни мои союзники вышли на земли лузитанов. Прикольно. Тараконы там какие-то вот эти зеленые такие. Которых я вообще никогда раньше не видел. Какая-то второстепенная неиграбельная фракция. Это русские взяли что-то или мне показал? Сейчас наверное гляну не будет. Гельветы, блин. Выберите себе уже цель и захватите что-нибудь. В конце концов. Сколько можно бегать? Все идите в Испанию. Там я пока туда не иду. Сановник получил опыт. Герой. Саглядатый. Мне показалось ли, что русские что-то взяли? Показалось. Ничего никто не взял. Вот здесь четко видно, что все лузитанское, арвернское. Римляне взяли. Римляне взяли провинцию Карфагеника. Вот этот островочек взяли. Это хорошо. Это очень даже неплохо. Продолжаем плыть. Уже почти приплыли. Так. Ну и давай северную войну мы ее продолжим. Т-ражданин повелся на засадку, да? Практически. Не получилось. Ничего. Засада и так сработала. Без отравления. Жалко, конечно, что отравление не сработало, потому что он сейчас отбежит. А, он отбегает. Видишь сразу. А, падла. Сразу отбегает. Ладно, я спрячусь в город. На всякий пожарный. И сделаем себе рвение. Так. Земляругов. Давай, давай. Хо. Вообще в одну армию беру это все дело. Так. Нет, нет, это я все захватываю. Не надо вот мне вот всяких там освобождений там и так далее. Так, здесь я могу взять. Да, походу могу. По-моему, это последнее поселение свебов. Есть. Вот так. Окончательное решение немецкого вопроса. Это буквально дело пара ходов. По-моему, мне должны были засчитать это как заплатив последнее поселение. Сейчас в восемь. Ну-ка, давай посмотрим на свебов. Где они там. Мне должен... Окно дипломатии, должно сказать, где они находятся. Вот они находятся. Ну да, это боевские земли. То есть, соответственно, что у них своих земель больше нету. Вот бои, кстати, вышли на границы мне. Обавно. Не надо никого звать. Я сам разберусь. Давай-давай. Я понимаю, что город так вот не возьмешь с кондачка. Но я, блин, ради этого привел еще вторую армию. Лучше надо было воевать, ребята. Вы мне стали просто бесполезными. Если бы вы справились с этими... Как они называются? Тилой. Проблемы не было. Атак. Вот они, геты. Кстати, по поводу этого расстроился кто-нибудь. Апулы, например, расстроились. Война с гетой. Минус три. Все? Да. Только минус три. Ну и ладно. А засчитали мне это как... Да, девять. Мне это засчитали как разгром разных фракций. Нормально. В общем, я здесь постою пока, потусю. Вот это дело я снесу. Это ни к чему мне. И что у нас тут еще имеется? В принципе, я еще могу армии делать, да? Я так понимаю. Да, я еще могу целых две армии сделать. Еще целых две армии. Так, так, так. Здесь все походили. Гроза морей походила. Ну что, я думаю, что на следующий ход вот этот островочек, Алалия будет моя. У меня будет еще одна провинция целиковая. Кстати, у него линчированных можно построить, раз уж такая жара пошла. И дальше, дальше, дальше. После того, как вот эти ошметки будут окончательно убиты, ну или я на них просто игнорировать буду какое-то время, может быть. Я все свои армии выстраиваю здесь. Ну вот эти армии отсюда пойдут, через Апулов. И буду сметать боев. Потому что это такие вредные вонючки, которые мне не нравятся совсем. Давай посмотрим по карте этих дипломатий. Вот, да, бои ко мне мерзко относятся. Эти все ко мне неплохо относятся. Ну вот, да, вот я снесу боев. Все здесь, все будет зеленое кругом. И после этого можно будет спокойно уже разобираться уже с арверными, с этими лузитанами, которых я и так прессую флотом потихонечку. Почему меня сиракузы не любят? Ну там уже разберемся, против кого мы будем воевать. Потому что если я начну воевать против конфедерации кельтов, например, то сиракузы меня сразу резко полюбят. Просто вообще будут говорить красавчик вообще, я тебя мук целеваль. Да? Или как-то так скажут. Ты офигенный чел и все такое. Давай-ка. Пока судьба делом. У меня еще тысяча монет осталось. Я могу нанять какое-нибудь царское семейство. Вот этого. Армию соберу. Вестники смерти, да. Хорошее название. Ну и на этом все. Серия закончена. Всем спасибо, кто смотрел. Это Рим 2 Total War. Родрисское царство. Легендарный уровень сложности. А я кот. Понравилось? Благодарите лайком. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока.